Потом весь интернет будет пестрить. Ретивых надо заканчивать спортом. Травмы, все остальное. Старый, да, уже. Как всегда улыбается, как всегда шутит. Скрывает досаду от порыжения колена, которая не позволила завершить запланированную работу на сборе. Глеб Ретивых, трижды призер чемпионатов мира, не привык жалеть себя и жаловаться. Вообще за карьеру не было никаких проблем в плане каких-то суставов или травм или еще чего-нибудь. Но пришло, видимо, время. Глеб осознает, насколько сложнее для него уже немолодого спортсмена будет каждый следующий шаг. Лыжник, которого все считают специалистом в спринте, принимает новые условия от времени и от судьбы и готов идти вперед по длинной дистанции. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok В группе Егора Сорина в этом сезоне солидное пополнение. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов первый сбор в Архызе планово пропускал. Глеб Ретивых сразу же приступил к тренировкам с новой командой. К Сорину лыжники перешли от Маркуса Крамера, который вынужден был прекратить работу с российской сборной. Как раз у Маркуса свою тренерскую деятельность Егор когда-то и начинал в качестве ассистента. Но за годы самостоятельной работы на многие аспекты стал смотреть по-своему. За Глебом давно не новичком Сорин следит пристально, понимая, насколько важны и сложны первые дни возобновленного сотрудничества. Я, наверное, один из тех спортсменов, который поменял всех тренеров, потому что я тренировался, наверное, со всеми. Я могу перечислить то же самое, что вначале я попал к перевозчику в юниорском возрасте, потом Олег Оресович стал тренером основной сборной. В тот момент я тренировался с Юрием Викторовичем Бородавкой в юниорах, потом его заменил Кравченко Сан Саныч, потом опять Олег Оресович, потом группа Изабель, потом Юрий Михайлович Каминский, потом опять иностранный специалист Марков Крамер. Моя группа ему подходила больше всего, так как именно у меня есть ребята, которые специализируются больше на спринте, такие как Денис Филимонов, Сергей Ардашев, хотя Сергей он все-таки больше универсал, но ему в этой группе было бы комфортно. Ну и, естественно, тот индивидуальный подход, который можно ему предложить, наверное, он бы только у меня мог бы найти. Поэтому здесь другого варианта не было, и вот сейчас мы начинаем работать, притираемся друг к другу. Не просто, но, я думаю, у нас получится. Насколько этот план отличается от подхода Маркуса Крамера? Могу сказать, в процентном соотношении. Ну, я думаю, на 50% точно. Ну, как сегодня, допустим, вы были на тренировке присутствовали и видели, да, что, в принципе, это вообще такая специальная силовая тренировка, да, на развитие именно мышечных волок. Ну, и такого Маркуса мы, в принципе, не делали, да, тем более здесь всякие специфические упражнения, и здесь чуть-чуть, ну, другой подход, да, по развитию. Может быть, как раз то, что ребята еще молодые, да, и чтобы развить какие-то более лучшие качества. В молодой команде Сорина-Ретьевых считается ветераном. Это единственное, что слегка волновало тренера перед началом совместной работы. Всегда есть риск, что спортсмен с именем, опытом и устоявшимися взглядами может претендовать на особые условия. Я думаю, меня палкой не надо там гнать, чтобы от меня чего-то добиться или меня что-то заставлять, допустим, вот. Все равно, я тем более взрослый спортсмен, да, и все равно, как бы, Егор Владимирович будет от меня требовать, тем более в команде молодые ребята. И мне нужно стараться, чтобы какие-то плохие привычки все-таки они не брали от меня или не учились. Слава богу, Глеб хорошо вписался. Я боялся, что спортсмены некоторые будут на него смотреть и спрашивать, а почему Глебу можно там где-то себе слабину дать? Ну, вот как сейчас с травмой, да, которую он получил. Соответственно, мы тоже можем себе, у нас же тоже там мышцы болят, и все какие. Вот, и молодые спортсмены начнут где-то убиливать. Но на самом деле они на него не обращают внимания, наоборот, говорят, старый ветеран, все, песок сыпется. Но при этом где-то на тренировках Глеб мне даже помогает, подсказывает спортсменам где-то какие-то детали по техникам. Вот недавно проводил тренировку, показывал беговые упражнения, со всеми достаточно хорошо, позитивно общается. И надеюсь, что он будет таким неким лидером, возьмет шефство, такое внутреннее, как капитана в команде, и будет спортсменов только двигать вперед. Вот, тяжелее стало? Да. Ну, вот. А там ты халявил, может, у тебя просто на целой ноге стоял. Наоборот, они, наверное, будут мне давать какой-то вот этот детский заряд, да, то, что взрослые, да, спортсмены, молодые спортсмены, да. Я думаю, наоборот, в каких-то моментах меня будет это подстегивать, то, что молодые ребята, да, фору не будут мне давать, вот. И, в принципе, это, наоборот, для меня, наверное, какой-то плюс. Именно в каких-то, если будет отдельных тяжелых тренировках, когда молодые ребята будут меня обыгрывать, это мне будет, наоборот, давать, наверное, какой-то плюс, мотивацию. Азарт Ретивых не может не восхищать. Олимпиада в Пекине стала третьей, на которую он не смог отобраться. По объективным причинам Глеб не таит обид. Когда товарищи по сборной выигрывали олимпийские медали, он чувствовал, что набирает форму. Февраль традиционно его месяц, но проблемы в начале сезона, о которых Ретивых предпочитает не говорить, мечту об Олимпиаде вновь перечеркнули. Это уже все прошлое для меня. Не первый раз, к сожалению, такая ситуация, начиная с Сочи, да, из-за Казани. Заканчивая, даже название забыл, где была сейчас Олимпиада. Какое вот из этих трех непопаданий таким самым жестким получилось? Больнее всего ударило, может быть, под дых? Ну, это 18-й год. Это, наверное, самое обидное. И тут нельзя говорить о справедливости, да, потому что все равно, проживая жизнь, ты сталкиваешься со многими несправедливыми моментами, да, и они не объясняются. И тогда просто было непонятно, что было такое решение. А в этом году, в принципе, я говорю, не маленький ребенок, да, и не маленький спортсмен уже. И профессиональной деятельностью у меня 15 лет уже, как никогда. За эти 15 лет Ретивых привыкли считать спортсменом, который бегает исключительно спринтерские дистанции. Глеб Ретивых, наш многократный призер чемпионатов мира, специалист в спринтерских гонках, может быть, главным претендентом победы сегодня. Сам он до сих пор не может с этим смириться. Говорит, какой же я спринтер, если я так люблю и умею бегать марафоны. Ретивых, пошли! Наверзли Ретивых до финиша, наконец-то выигрывает! Ретивых второй! Дистанционная гонка Глеб действительно выглядит неплохо, на российском уровне, но не на международном. Ретивых уверен, его мечту быть универсальным гонщиком перечеркнуло несколько теперь уже совсем далеких сезонов. Был просто такой момент, когда я перешел в национальную сборную команды как раз в 2011, наверное, сезон, год был, сезон, наверное, 11-12. Перевозчиков Олег Ореч был тогда главным тренером сборной, вот, и так получилось, что мы начали готовиться к спринту. И для меня, как бы, это тот потерянный период, который и повлиял после этого, то, что мне сейчас тяжело вернуться в дистанционные гонки. До этого Глеб участвовал везде, а за эти три года пробежал всего десяток дистанционных гонок. Сложно поверить, но, говоря о любимых дистанциях, Ретивых сначала называют масс-старты, только потом спринт. С этими внутренними противоречиями спортсмена теперь и предстоит работать Егору Сорину. Мне спортсмен достаточно профессиональный, он пытается прислушиваться к себе, но иногда его интуиция его подводит. И, наверное, в каких-то моментах, может быть, спортсмен, особенно имея такой большой опыт за плечами, да, тренируясь со всеми спортсменами, может быть, он не будет так верить в то, что делаем, особенно, когда будет тяжело. И организм будет говорить, что, Глеб, давай-ка мы, наверное, поспокойнее будем тренировать или что-то скорректируем. А внутренний голос в любом случае будет, наверное, в какой-то период подготовки будет говорить. И здесь, конечно же, нужно будет суметь найти к нему подход и убедить, может быть, где-то даже заставить, сделать ту или иную работу. Ну и, естественно, непросто будет то, что Глеб все-таки уже возрастной спортсмен, имеет определенные... Ну, может, точнее, иметь определенные проблемы с перевариванием нагрузки, потому что, как известно, чем старше спортсмен становится, тем больше болячек может выскакивать, вот как на этом сборе. То есть практически даже не успели начать тренироваться, и уже пришлось корректировать план, потому что объективно корректировать. Дальше потягивали или потягивали? Да, просто потягивали. Да, просто потягивали. Разбить. Потом что сделаю? Заднее. Вот это сделаю. Потом брусья. Или можно вот это начать? Сделаю на вторую ногу. Вот сейчас следующий подход, делаешь на вторую ногу какой-нибудь это... Или приседание, или пистолетик. Станешь на лавку, либо приседаешь на этой ноге. Не больной. У тебя просто больше времени, больше времени, до следующей времени. Глеб притивых работает полностью по планам Егора. Сергею Устюгову, например, эти планы по-прежнему пишет Маркус Крамер. Сорин при необходимости будет их корректировать и контролировать подготовку олимпийского чемпиона. Мы с Глебом будем делать то, что нужно для него, чтобы он показал максимальный результат. И не будет такого, что... Глеб, давай ты, наверное, сегодня сделаешь вот эту тренировку, потому что ребята другие будут делать тренировку. Или там Сергей Устюгов будет тренировку, тебе будет веселее, да? Не так скучно. Нет, такого не будет, потому что все-таки с Глебом мы изначально на берегу решили. То есть если ты готовишься у меня в группе, соответственно, я отвечаю за твой результат на 100%. И я его контролирую, и я, соответственно, управляю всем процессом. Поэтому никто ни под кого адаптироваться не будет. Главное, чтобы выполнять этот план, позволило здоровье. Ситуация с ногой – это не травма как таковая. Глебу кажется, что он знает, почему все это произошло. Первый-первый раз, что я не отдохнул от сезона. Если сказать честно, откровенно, я думаю, мне нужно было больше времени от этого сезона, потому что я сезон закончил поздно. И падает Глеб, и цепляет он Савелия Коростелева. Удастся ли им включиться в борьбу снова, скорее всего, нет. Потому что вот эта вот потеря, даже 4-5 секунд, она в спринте, к сожалению, оказывается роковой. Обычно я начинаю тренироваться, когда я захочу вернуться в этот спорт. Вот, в этом году такого не было. И это не удивляет. Ведь усталость накапливается не только от стартов. Набрав форму в феврале, Глеб рассчитывал завершить сезон достойными результатами на постолимпийских этапах Кубка мира. В лахте он бежал в финале спринта, а после этого сборную России отстранили от международных соревнований. В ретивах практически сразу перестал надеяться на то, что нашим дадут выступать дальше. И был единственным, кто не побоялся общаться с иностранной прессой, выражая позицию всей команды в той непростой ситуации. Глеб устал от сезона, но не от гонок. В компании с молодыми лыжниками он и сам помолодел. Да, тяжело, да, зачастую больно. Как долго он останется в спорте? В ретивах даже сам себе не задает этот вопрос. И я думаю, это вообще неправильно смотреть в будущее и самому себе диктовать условия, до какого определенного момента ты будешь выступать. Мне кажется, это неправильно. Потому что если есть возможность выступать и показывать результаты, то нужно пользоваться этим. А когда тебе уже надоест, и ты не будешь вообще получать удовольствие от этого, и у тебя не будут, допустим, получаться или выпали результаты, то тогда не нужно пытать иллюзии и пытаться через страдания дальше оставаться в этом спорте. Субтитры создавал DimaTorzok